Шалом! Тема сегодняшней программы «Прощение наших должников». Прослушайте, пожалуйста, отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против Меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до семижды семидесяти раз. Посему царство небесное, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, милосердившись над рабом тем, отпустил ему долг его и простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежал ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» Не раздевавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас, от сердца своего, брату своему, согрешений его». Представьте себе эту картину. Заимодавец душит должника, который задолжал ему сто динариев. Много это или мало мы сейчас выясним. Но в любом случае ясно, что заимодавец в своем праве. Ему не вернули долг. Он не требует ничего сверх того, что ему причитается только свои сто монет, только свои кровные сто динариев. Он, можно сказать, он за закон, он за порядок, он за справедливость. То есть он хороший человек. Тут есть только две проблемы. Первая. Он полон гнева и ненависти к своему должнику. Ведь душить человека с любовью в сердце невозможно, по-моему. И вторая самая главная проблема. Он душит этого человека после того, как ему самому только что прощено. Сколько? Десять тысяч талантов. А теперь давайте уточним, что означают эти суммы. Талант это шесть тысяч динариев. Значит, десять тысяч талантов это шестьдесят миллионов динариев. Один римский динарий составлял дневную плату римского воина, а также паденного рабочего. Если вы помните, в одной из своих притч Ишуа рассказывает о человеке, который нанимал себе работников на день. И плата за рабочий день была в этой притче один динарий. Он договаривался таким образом. Просто за один динарий. Так вот, годовая зарплата воина или рабочего. Соответственно, давайте предположим, что они работали триста дней в году. Просто для простоты наших расчетов. Круглая сумма из трехсот пятидесяти шести дней. Они работали триста дней в году. Тогда один талант равняется двадцати годам оплате, двадцати лет работы. Так? Тогда десять тысяч талантов это оплата двухсот тысяч лет работы паденного рабочего. Чтобы картина была еще нагляднее, давайте переведем все это, например, в доллары. Если месячная зарплата, к примеру, пятьсот долларов, то годовая, соответственно, шесть тысяч. Тогда один талант, то есть зарплата за двести тысяч лет работы, эквивалентен миллиарду двумстан миллионам долларов. И при месячной зарплате в тысячу долларов, это, соответственно, уже два миллиарда и четыреста миллионов долларов. В любом случае, сумма огромная. И неудивительно, что человек не в состоянии рассчитаться. Но почему Ешуа говорит о такой астрономической сумме? Очевидно, чтобы мы поняли, как Бог видит наши грехи. Что наши грехи — это не мелочи, а чудовищные долги, из которых нам не выбраться никогда, если бы не его милость. В этом месте вы, возможно, хотите меня остановить и сказать, что вы не согласны с моим выводом. В конце концов, может быть, вы говорите, я не убивал, я не насиловал, я не воровал. Каким образом я влез в такие огромные долги? Ну, хорошо, Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун. Я же не никто из них. Даже я близко не стою рядом с ними. Я даже не Пол Пот. Или, может быть, что мы, получается, мы все одинаково грешны? Нет разницы между Мао Цзэдуном и мной? Конечно, это не так. Понятно, что если человеческий суд дифференцирует преступления по степени тяжести, то тем более Бог отличает рядового грешника от этих монстров, рядового грешника, так сказать, в кавычках, от этих монстров, на руках которых кровь миллионов, может быть, даже десятков, не может быть, десятков миллионов людей. Но притча, кому обращена притча? Она обращена именно к рядовому слушателю. Ведь мы с вами помним, что Ешо рассказывает ее Петру в ответ на его вопрос о том, сколько раз прощать ближнего Петру и остальным своим апостолам. Почему же в таком случае наш долг перед Богом так велик, несмотря на то, что нам самим наши грехи совсем не кажутся такими уж тяжкими? По крайней мере, очень часто не кажутся такими тяжкими. Я отвечу вам на этот вопрос и самому себе, потому что у меня тоже возникает иногда. Отвечу на него отрывком из шестой главы книги пророка Исаии на иврите Ишаяху. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги своими, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались вверхи врат от глаз о восклицающих, и дом наполнился курениями. «И сказал я», говорит автор, то есть пророк Ишаяху, «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Это единственное место в книге, где Ишаяху говорит о собственном грехе. Но обратите внимание, когда именно к нему приходит осознание этого греха. Лишь увидев Бога в его славе, в его святости, Ишаях увидит нечистоту своих собственных уст. Точно так же Йов, которого Писание очень ясно называет человеком праведным, благочестивым, богобоязненным, он очень много рассуждает о Боге до тех пор, пока Бог сам не начинает говорить с ним, открывая свою речь таким вопросом, «Кто сей?» омрачающий проведение словами без смысла. Выслушав речь Бога, Йов отвечает, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Обе эти истории указывают на то, что увидеть нам с вами свои грехи в истинном их обличии, это невозможно, мы можем по-настоящему увидеть их такими, как они есть, только в непросредственном свете Божьей святости. Слишком часто мы, люди, измеряем себя человеческими понятиями, сравнивая себя с другими людьми и оценивая собственные достоинства и недостатки в свете их достоинств и недостатков. Но стоит Богу лишь чуть-чуть приоткрыть занавес, обычно скрывающий его от нас, и показать нам хотя бы один лучик света, его славы, как мы поражаемся его святости, и одновременно с этим ужасаемся тому, что видим в самих себе. Хотя за минуту до этого мы могли считать себя вполне порядочными людьми. Если вам ближе пример из обычной жизни, давайте представим себе, что наши грехи – это причинение ущерба. Например, в результате столкновения одной машины с другой. Представьте себе, что вы за рулем, приближаетесь к перекрестку, и въезжаете в бампер автомобиля, который на желтый свет затормозил, а не проскочил перекресток. Вы думали, что он проскочит, а он решил затормозить. Что происходит? Вы въезжаете в его задний бампер. Помяли бампер. Кто будет чинить, кто виноват? Вы, конечно же. Вам чините этот бампер. Теперь давайте представим себе, что у него запорожец. И вмятинка, но она небольшая. Ее починить обойдется вам в сотню долларов, к примеру. Ну, пару сотен долларов вам обойдется этот ремонт. Теперь представьте себе, что впереди вас ехал Бентли или Майбах. И вмятина, кстати, та же самая по глубине. Она тоже не глубокая. Та же, что у запорожца. Теперь скажите мне, сколько будет стоить вам ремонт этой вмятины на Бентли по сравнению с тем, сколько вы заплатите за ремонт запорожца. Вы уже не обойдетесь парой сотен долларов. Возможно, даже вы не обойдетесь парой тысяч долларов. В чем мораль сей басни? Мораль сей басни в том, что дело не в размере вмятины, а в том, кому вы причинили этот ущерб. Когда мы солгали отъявленному лжецу, мы, возможно, даже не думали, что сделали вообще что-то нехорошее. Представьте теперь себе, что вы в той же мере солгали уже не отъявленному лжецу, а собственной жене, которая любит вас, которая вам доверяет. Представьте себе, что вы солгали настолько же, вроде как ненамного, ребенку, который настолько доверчив, что верит вам просто свято, как Господу Богу дети верят. А теперь представьте себе, что вы солгали абсолютно праведному и святому Богу, которому ложь не только несвойственна или неведома, а она глубоко отвратительна ему. Причем его отвращение ко лжи не идет ни в какое сравнение с моим отвращением, я не знаю, к тараканам, к мухам и ко всякой прочей гадости, к паукам. Наш долг перед Богом так велик, потому что мы оскорбляем его, потому что мы оскорбляем святого Бога. Он ожидает святости собственной от нас. Мы этого не понимаем иногда. Что? Он говорит, будьте святы, ибо я свят. Он ожидает той же самой святости от нас, своей собственной. И величина нашего долга, она прямо пропорциональна не только тяжести наших грехов, которые у нас у всех разные, она прямо пропорциональна величию самого Бога, перед которым мы все, и Сталин, и я, и вы, мы все творения. То есть ограниченные, конечные существа, в отличие от него, от безграничного, безначального Творца, вечного. Когда мы забываем, с кем мы имеем дело, что происходит в нашей голове? Это происходит бессознательно. Нам начинает казаться, что он просто чуть больше нас. Ну да, он больше нас, может быть, не чуть, он больше нас. Но мы не понимаем, что он неизмеримо больше нас. Соответственно, наши долги, в конце концов, начинают казаться нам копейшинами. А не миллиардными. И мы пребываем в иллюзии о собственной порядочности. О том, что ну да, мы грешники, но уж не такие мы грешники. Давайте вернемся к нашей притче. Тот, кто должен был 10 тысяч талантов, просит, потерпи и все, верну тебе. 26 стих. Неужели он серьезно надеется отдать такую громадную сумму? Как вам кажется? Конечно нет. Просто тут восток. А восток, как мы с вами знаем, дело тонкое. Он фактически упрашивает не потерпеть, а простить ему долг. Потому что ему и господину понятно, что долг он не вернет никогда. Итак, взаимодавец смилостивился над ним и простил ему долг. То есть, должник предпочел, чтобы с ним поступили не по справедливости, а милосердно. После этого он тут же находит того, кто должен ему. Но теперь, когда в роли взаимодавца он сам, то есть, как говорят, он сидит с другой стороны стола, милосердие ему уже не интересно. Теперь он предпочитает справедливость. И в этой непоследовательности, которая по сути является беспринципностью и состоит главная его ошибка. Услышав слова, которые говорит ему его собственный должник, те же самые слова, потерпи и все верну тебе, 29 стих, он должен был задуматься. Ведь это же его собственные слова, которые он сам говорил за минуту до этого, тому, кому он сам был должен. Причем долг его был неизмеримо больше. И если ты считаешь, что с тобой поступили правильно, то, казалось бы, сам поступай точно так же с другими людьми. Но он рассуждает иначе. Важно не то, что правильно, думает он, а важно то, что в эту минуту выгодно мне. И в этом его логика или ее отсутствие. Ишуа сказал так, каким судом судите, таким будете судимы. Это и есть закон свободы, о котором говорит в своем послании апостол Яков. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. В чем состоит свобода? Свобода состоит в том, что мы сами выбираем себе суд и меру от Бога. И поэтому никаких претензий к нему с нашей стороны после этого быть не может. Эта притча очень наглядно демонстрирует действие этого духовного закона. Государь, услышав об этом, призывает своего бывшего должника, обличает его в беспринципности и говорит ему по сути следующее. Ты отказался простить и тем самым выбрал не прощение, а справедливость. Поэтому и сам теперь будешь выплачивать свой долг по справедливости. Ничего тут нет, к чему ты мог бы теперь предъявить претензии. Но этот долг не оплатен. Что это означает? Это означает, что истязатели, которым государь повелевает отдать должника, будут мучить его вечно. Ишуя истолковывал не все притчи, которые он рассказывал, но это он истолковал. Причем здесь его даже не просят о толковании, в отличие от некоторых других притч. Он сам ее истолковывает. Почему? Во-первых, каково истолкование. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Он делает это без просьбы, что для него не характерно, потому что послание этой притчи слишком важно, чтобы оставить его неясным для кого бы то ни было. Я понимаю, что кто-то сейчас, может быть, из вас скажет или подумает, что все это звучит уж очень жестоко или, может быть, жестко, как минимум, и сурово. Но, на мой взгляд, это очень милостиво со стороны Господа Бога предупредить нас о последствиях наших решений. Особенно, если эти последствия могут быть очень неприятными. Решение, я говорю о решении простить, или о решении не простить, потому что это тоже решение. Но мы продолжим с вами разговор о прощении наших должников на следующей неделе. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!